Добрый вечер, я Максим Путинцев, а на стенде сегодня Татьяна Мерзлякова, уполномоченная по правам человека в Свердловской области. Татьяна Георгиевна, здравствуйте. Здравствуйте. Начнем с выборов 8 сентября. Впереди у нас единый день голосования. И в некоторых территориях нашего региона это голосование пройдет. Например, до выборов в Госдуму пройдут по Серовскому одномандатному округу. И до выборы в ЗАГС Собрание у нас в Екатеринбурге по Орджоникизовскому одномандатному округу. В рамках предыдущих кампаний, таких вот цельных, больших, серьезных, предвыборных, под вашим патронажем работали центры общественного наблюдения на выборах. Теперь это будет? Или все-таки, учитывая меньший масштаб, может быть, решили от этого отказаться? Вы знаете, поскольку легитимность выборов это очень важный для любого жителя области фактор, поэтому мы решили, что и здесь мы проведем свое наблюдение. И в двух территориях точно это Серов и Екатеринбург. В Серове, поскольку кампания очень интересная, все партии выставили на выборы своих кандидатов, выставили самовыдвиженцы. И мы надеемся, что борьба будет серьезной, поэтому нам бы хотелось, чтобы наблюдатели там были. Я, пользуясь случаем, приглашаю еще раз партии выставить наблюдателей на все избирательные участки, потому что все-таки спокойнее, когда сам своими глазами и глазами людей, которым ты доверяешь, смотришь за ходом выборов. Здесь, в Варджинькизовском районе, выборы не менее острые предстоят. Это тоже кандидаты известные, кандидаты достаточно уже сейчас себя ярко проявляют в борьбе. И мы надеемся тоже, что будут выставлены партиями на все избирательные участки свои представители для наблюдения от партий. Но, кроме этого, у нас будет работать центр общественного наблюдения. Мы выведем на площадку, опять, ситуационного центра Министерства общественной безопасности. Так два центра ведь должно быть наблюдение в таком случае. Один в Серове, второй в Екатеринбурге. Да, в Екатеринбурге, да. Мы выберем в Екатеринбурге, вот выведем на ситуационную площадку с избирательных участков и будем наблюдать. Молодежная избирательная комиссия у нас такие ребята, рвущиеся в бой. Кроме того, мы будем, как и в прошлый раз, в городе Серове и здесь проводить разного рода встречи с яркими людьми, с представителями власти, с представителями своих округов, которых участвуют в выборах за кандидатов. И мы надеемся, что наши модераторы будут интересны. Вы это были, вы были нашим модератором, поэтому мы надеемся, это будет интересно и впервые проведем телемост между Серовым и городом Екатеринбургом. Это когда произойдет? Когда еще голосование будет идти? Конечно, когда голосование будет идти, мы обменяемся ходом голосования, интересом голосования. Ну и, конечно, для нас, как наблюдателей, с вами интересно какие-то нарушения, как они фиксируются, как они выходят, или куда-то наши наблюдатели, посмотреть, что происходит. Поэтому мы четвертый канал ждем на всех вот этих в 12, 15, 18 и 20 часов и ждем, чтобы вы показали людям, как мы с наблюдателями работаем в двух территориях. Это первый раз в России, и мы надеемся, что мы чего-нибудь и новое придумаем. Но для меня принципиально... Но впереди большие компании ведь у нас, и в ЗАГС собрание, и в Госдуму. Принципиально для меня важно, чтобы люди доверяли выборам. Поэтому мы очень надеемся, что это будет интересно, что люди нам поверят и придут голосовать, потому что их голос будет услышан. Татьяна Георгиевна, все-таки в чем цели и задачи центров общественного наблюдения? Я поясню, что я имею в виду, все-таки, как кажется, наблюдением должны заниматься, и вы ведь правильно сказали, вы призываете политические партии и так далее. Так вот, им должны заниматься представители политических партий, чьи кандидаты участвуют в выборах, и которые напрямую заинтересованы в объективности и хода голосования, и подсчета голосов, ну и представители кандидатов. В этом смысле ведь их уговаривать вроде бы не нужно. А вы, тем не менее, говорите, приходите. Вот это как? Это почему? Это же декорация какая-то? Это понарошку все, что ли, происходит? Жизнь показала, что голос остается востребованным. Вот эта ассоциация независимых наблюдателей голоса. Жизнь показала, что интересно работает с ребятам, молодым, которые вошли в избирательную комиссию Свердловской области. Такая молодежная избирательная комиссия. Я даже не знаю, насколько вот они будут строги, но я знаю, что мы, в общем, растим будущих избирателей, и это тоже неплохо. И третье, вы знаете, все-таки люди хотят, кроме, ну так скажем, системных наших партий, системной оппозиции видеть, и вы видите в Москве особенно много, видеть партии, не вошедшие, или движения, которые не вошли в избирательные блоки какие-то, или просто не вошли как самостоятельные. Запрос на новые лица, названия и организации. Да, на несистемность очень большой запрос. Я по предыдущим всем абсолютно работам в Центре общественного наблюдения обнаружила, что люди спрашивают, а есть ли у вас этот там штаб, а вот почему вы таких не пригласили. Мы пригласили всех, кого видим в избирательном процессе, кто каким-то образом себя проявил. В том числе, поверьте, мы в первую очередь пригласили всех оппозиционеров, которые считали и громко заявляли, вот тут никогда не будет, значит, открытости, нам это не покажут. Давайте пойдем и будем смотреть. Татьяна Георгиевна, вообще, ну вы у нас уполномоченные по правам разнообразным, есть же в числе прочих... Ну это политическое право, это очень важно. Есть избирательное право, и у меня к вам вот какой вопрос. По вашим ощущениям, по вашим наблюдениям, как жители Свердловской области относятся к своему собственному активному и пассивному избирательному праву, судя по явке, оно многим как-то не особенно-то и нужно. Вы знаете, тут очень важно, ну в первую очередь, давайте скажем, явка на выборах и президента, и губернатора была достаточно высокой. То есть люди понимают, кого они выбирают. И здесь, когда... А на региональных и муниципальных выборах там совершенно все иначе бывает. Ну, в Закцобрании у нас тоже бывает неплохая явка. Я думаю, что мы посмотрим, у нас же здесь есть выборы, и посмотрите, как остро идут. Уже сейчас остро шли выборы в Красноуфимске, допустим. Два муниципальных депутата будем выбирать, и уже идет такая борьба. Локальные стычки есть. Да, локальные есть. Но если люди как-то считают, что вот этот депутат ему не очень... Они не понимают, зачем он есть, то они, может быть, и не идут голосовать. Я бы не стала упрекать людей, но я все-таки людей призываю к одному. Ваш голос должен быть во всем. Вот во всем. Ну давайте будем надеяться, и мы для этого работаем. Поверьте, вот мне совершенно ни к чему, может быть, было тратить. Очень много сил, кстати, на это затрачено, вместе с избирательной комиссией Свердловской области, для того, чтобы вот эти выборы наблюдать за этими выборами. Потому что мы очень хотим, чтобы люди знали, что каждый их голос будет посчитан. Татьяна Георгиевна, но до единого дня голосования остается совсем немного времени. Посмотрим действительно, как у нас пройдут до выборы и выборы в небольших муниципалитетах, которые запланированы на ближайшее воскресенье. Я вот еще о чем хочу вас спросить. Что еще, кроме общественного наблюдения, сейчас входит, ну скажем так, в фокус внимания регионального омбудсмена? Где вот эти вот болевые точки наши? Вы знаете, я по-прежнему очень переживаю за людей, которые, скажем так, доверяют разного рода финансовым группам, пирамидам, финансовым кооперативам. И почта вот в этом плане, каждый день как минимум три письма, из-за которого, ну, мое сердце болит. Просто люди доверяют, не проверив людям, обманывают людей, мошеннические схемы работают плохо. Поэтому я вот это меня беспокоит. Так, конечно, прошли, наконец, запись первой класса. До последнего дня шли некоторые обращения. Часто директора школ просто шли нам навстречу и говорили, что, ну что же эта мамочка к вам обращается, а не ко мне. Мы вот как раз сейчас нашли место. Есть школы, где директора мне говорили. Ну вы хоть, вот у нас почему нет. Вы помогали семьям воссоединяться? Воссоединяться, да. Когда старший ребенок в одной школе, а младший оказывается в другой. Да, да. И вы знаете, и мне часто говорили, почему вы звоните нам и вот критикуете нас за то, что мы ребенка там не приняли, там мы жестокосердные и все. Почему вы не критикуете ту школу, из которой ребенок готов уйти и не хотел, не хочется там заниматься ни ребенку, ни родителям. Поэтому этот процесс закончился. Мы надеемся, что все уже, все пришли в первый класс и все довольны, особенно тем, кому повезло учиться в обновленных школах. Что еще? Закончился, наверное, очень сложный процесс опять с каким-то периодом дольщиков. Но все-таки, смотрите, мы и в Первоуральске справили новоселье. И это очень тоже важно, потому что там обман был непростой. Там не справился застройщик очень серьезно. И люди потеряли надежду. Им казалось, что город Екатеринбург губернатор держит в поле зрения, а вот им тяжело. У нас есть сейчас несколько объектов, которыми занимается межведомственная комиссия. Мы надеемся, что мы с этим справимся. Поэтому письма все равно идут на эту тему. И я думаю, что пока мы не последний человек, который заплатил, мы эту почту будем иметь. Почта идет по аварийному жилью, почта идет по переселению из ветхого и аварийного. Я имею в виду и по капитальному ремонту, и по переселению. Вы знаете, когда мы не переселяли, и это был тяжелейший период в моей практике, потому что я приезжаю на прием, а люди говорят, пойдемте со мной. Вы посмотрите, лестница на второй этаж уже шатается. А я знаю, что я ничем помочь не смогу. Это было тяжко. Сегодня, когда я вижу, какие перспективы, в каком году, как этот дом будет заселяться, легче работать. Но люди пишут, и это тоже их право. Спасибо вам большое. Я напомню, что на стенде была Татьяна Мерзлякова, уполномоченной по правам человека в Свердловской области. До свидания и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова